Традиционно в преддверии новогодних праздников в Любецах проходит конкурс творческих работ «Рождественская игрушка». На этот раз от школьников и воспитанников детских садов поступили порядка 400 праздничных поделок. На днях конкурсная комиссия выбрала среди них самые лучшие. Проведение конкурса «Рождественская игрушка» уже стало доброй традицией. В этом году в нем приняли участие всеобщеобразовательные и дошкольные учреждения. Изначально лучшие работы выбирают на базе учебных заведений. Затем они попадают на муниципальный этап конкурса. В Центре развития образования каждую поделку рассматривают и оценивают компетентные члены жюри. У нас в конкурсной комиссии присутствуют лучшие педагоги и воспитатели, которые работают в этом направлении. Это и руководители методических объединений, победители различных конкурсов. Творческие работы представлены в пяти номинациях. «Ёлочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Гирлянда» и «Рождественский домик». Конкурсной комиссии необходимо выбрать в каждой из них самую лучшую. Призовые места распределяются по возрастным категориям. «Такие показатели, как креативность, оригинальность исполнения, эстетическое оформление конкурсной работы, интересное выполнение, имея в виду техника, имеет в него маловажную роль». Креативных и нестандартных работ оказалось много. Вот, например, домик из печенья, вот зимний замок из кубиков сахара и вот символ наступающего года, сделанный из обычных пластмассовых бутылок. Среди такого большого разнообразия сделать выбор очень сложно, но победители среди дошкольников уже определены. «Новогодняя красавица» в номинации «Ранний возраст» категория победила Алешина Виктория, детский сад номер 89. А тем временем конкурсная комиссия уже выбрала лучшую работу среди школьников в номинации «Символ года». В младшей возрастной категории победил ученик 20-й гимназии Кирилл Григорьев. «Прекрасная композиция. Хорошо передаётся символ года. С одной стороны символ года собака, с другой стороны семья. Здесь мамочка со своими детишками и щеночками. Сама работа очень-очень тёплая». Все игрушки, созданные руками люберецких детей, по праву украсят ёлки городского округа, в том числе и самую главную новогоднюю красавицу в триумфе. А награждение победителей состоится во время ежегодных фестивалей «Лучики и звёздочки». Луизия Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.